Сегодня мы поговорим о военном бюджете. По итогам прошлого года Россия заняла третье место в мире, уступив только Соединенным Штатам и Китаю. Конечно, всегда стоит вопрос, как считать. Хорошо известно, что в российский военный бюджет входят выплаты военным пенсионерам. Не во всех странах это так. Плюс на самом деле российский военный бюджет не такой большой, потому что Россия несет очень существенные расходы по поддержанию стратегических ядерных сил. Так или иначе, в ближайшие годы военные расходы будут расти очень быстро, и Россия, вероятно, сохранит третье место. При этом несколько стран, Япония, Франция, имеют бюджет, сопоставимый с российским. Конечно, мир очень неспокоен, и хорошо известна старая поговорка «Хочешь мира, готовься к войне». Но посмотрим на военные расходы с точки зрения экономики. Военные расходы — это новые рабочие места, налоги, это мощный мотор экономического роста. Это также экспортные возможности. Россия, занимая второе место в мире по экспорту оружия, уступая лишь Соединенным Штатам. При этом хорошо известно, что некоторые страны НАТО вынуждены покупать американское оружие в добровольно-принудительном порядке. Российский военно-промышленный комплекс — это также мощный фактор модернизации. И в России, и в мире центр инновации — это всегда оборонная промышленность. К сожалению, в 90-е годы часть нашего оборонного инновационного потенциала была утрачена. И можно надеяться, что масштабные инвестиции в ВПК, масштабные оборонные заказы позволят не только нарастить военный потенциал, не только восстановить его, но и занять важную нишу в мировом военно-промышленном комплексе. Кстати, от роста российских военных расходов выигрывает не только российская экономика, но и экономика наших союзников — Казахстана и Беларуси. Возможно, так же Украины, однако, учитывая политические риски, судьба военно-технического сотрудничества с Украиной по-прежнему под вопросом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова